Девушки отдыхают Это даже лучше, чем в некоторых доставках А я готов А теперь битва дружеская И Наполеон без выпечки Никаких сложных слоеных коржей Друзья, разбирайте тортик вкусный, нежный На здоровье! А еще посетим сыроварню И узнаем больше о том, каким бывает сыр Доброе утро! У каждого порой возникает желание С которым невозможно бороться Хочу пиццу Дети хотят пиццу, взрослые хотят пиццу И главное, получить горячую свежую пиццу Проще простого Сейчас покажу рецепт пиццы, которую даже не нужно выпекать в духовке Обойдемся обычной сковородкой И одной комфоркой Пицца эта основа из теста Разная вкуснятина сверху И плавленый аппетитный сыр Хочу пиццу! Начинаем с теста Тесто очень легко делается Немного муки насыпаем в миску Добавляю щепотку сахара Так будет вкуснее Щепотка соли Обязательно, чтобы тесто было мягкое Нам нужен разрыхлитель Буквально пол чайной ложечки Этого будет достаточно Перемешиваем Вливаем воду Это последний ингредиент теста И замешиваем Тесто не должно быть плотное Потому что если будет плотное тесто Оно потом у вас будет не такое пористое И будет такое очень сухое Смотрите, какое оно мягенькое Вот оно, если я его разрываю Видите, оно даже такое сырое И липнет рукам Так и должно быть Убираем в сторонку И занимаемся соусом Соус играет важную роль Это вообще основной ингредиент пиццы Вот у нас здесь такие кубанские томаты Идеально подходящие Смотрите, какие они большие Насыщенные Красные, сладкие Эти томаты в собственном соку Они без шкурки Поэтому для соуса идеально годятся И немножко томатного сока Теперь сушеный базилик Базилик и томаты лучшие, друзья Щепотка сахара Чтобы еще больше усилить вкус И немножко соли Вот тогда у нас соус будет просто бомбический И перебиваем вот такой вот штучкой Раз, два Сильно перебивать не надо Чем дольше перебиваете Тем соус становится жиже Нам нужно сохранить Хорошую, густую консистенцию Все Ой, красота Посмотрите, какие, да? Томаты Как вкусно пахнут Ароматные травки Соус готов Теперь начинка Я люблю сырокопченую колбаску Для пиццы идеально Как итальянцы делают У них такая есть пицца Пепперони Они берут остренькую колбаску И тоненько-тоненько ее нарезают Она потом прямо тает во рту И дает такую легкую Прекрасную пикантность У нас сырокопченая Даст нам такой легкий подкопченый аромат И крутой вкус Колбаску максимально тоненько нарезаем кружочками Так будет красиво Следующий ингредиент Помидоры Небольшими слайсиками тоже тоненькими нарезаем Шампиньончики тоже мелко шинкуем И натираем сыр У меня сулугуни Он классно плавится, потом красиво тянется И вкус у него отличный Такого количества натертого сыра Мне будет вполне достаточно Пора раскатывать тесто Выкидываем сюда кусочек теста Оно настолько нежное, что скалка не понадобится Аккуратненько его вот так вот руками раскатываем Лучше, чтобы у вас тесто получалось одной толщины То есть, чтобы не было где-то тонкое, где-то толстое Иначе так и получится Поэтому старайтесь делать это равномерно Снизу должна быть мука Видите, у меня снизу мука, поэтому тесто не прилипает В какой-то момент можно даже так чуть-чуть перевернуть Снова подбить Можно ее чуть-чуть руками повытягивать Готово! Выкладываем на сухую сковородку Обычно что делают? Берут сырое тесто Соус, начинку, на лопату и в печь Здесь технология чуть-чуть другая Нам нужно это тесто, так как мы готовим его на сковородке И подпечь с двух сторон То есть нужно сначала предварительно подсушить этот коржик из теста А потом уже выложить на него соус и начинку Ставим сковородку на слабый огонь И подпекаем тесто с одной стороны Когда оно вот так зафиксировалось Ага, не так все просто Опа! Перевернули Блинчик для пиццы готов А вот теперь начинается самое интересное Наш шикарный томатный соус И размазываем Пиццу важно не перебарщивать с начинкой А понимаешь, что хочется туда накидать побольше Чтобы там сыр был, чтобы так плавилось Будет она слишком сырая, тесто будет слишком мокрое Теперь сыр пошел Если сырок чуть-чуть на краешки попадает Классно, он начнет там поджариваться, плавиться Помидоры, колбаса и грибочки сверху Нет же еще, елки-палки О, вообще забыл, ребята! Вы что? Оливочки и маслинки! Ну просто с грибами, с помидорами Это здорово сочетается Нарезаем тонкими колечками И отправляем на пиццу Сверху все посыпаем остатками сыра Ставим эту пиццу на слабый нагрев Это очень важно здесь Если поставить ее на сильный нагрев То у вас тесто подсушится, сгорит А все еще не расплавится сверху И не приготовится Поэтому на слабый нагрев И обязательно закрываем крышкой Достаточно 7 минут Поднимаем крышечку И что мы видим? Колбаска расплавилась, сыр расплавился Шампиньончиком мягкий, запах сумасшедший Теперь ловите фишечку от шефа Берем маленький кусочек сливочного масла Я отправляю в сковородочку Масло начинает плавиться Попадает под пиццу снизу И начинает как бы тесто немножко жарить За счет этого такая жирности Еще она такая более хрустящая становится Вау-вау-вау-вау-вау Пригонять открыть пиццерию Где пицца на сковородке Пицца на сковородке готова Оп Слушайте звук Слушайте, хрустит Вообще невероятная фантастика В духовке иногда так не получается Опа Начинка сочная Сыр подплавился Комбаска такая нежная И тесто хрустит Ну круто Попробуйте сделать такую пиццу дома И вам понравится Приятного аппетита Томаты в собственном соку Кубань-продукт Это вкусные помидоры На вашем столе круглый год Уникальная рецептура Сохраняет в них всю пользу Также Кубань-продукт Консервирует другие овощи и фрукты Кубань-продукт Кубанский подарок К вашему столу Чтобы приготовить пиццу на сковородке Возьмите Сырокопченую колбасу Свежий помидор Томаты в собственном соку Шампиньоны Сулугуни Сливочное масло Оливки Маслины Муку Воду Базилик Разрыхлитель И сахар Кусок ленивой пиццы 42 рубля Суши и роллы Любят все Да, Мэри, любишь японские роллы? Но покупать готовые дорого, правда? А делать самой сложно Покажу, как приготовить роллы Филадельфия Самостоятельно, но предельно простым способом Особенность рецепта в том, что ничего не придется закручивать ковриками У нас будет большой суши-торт, который мы потом просто нарежем на кусочки Основа роллов Конечно же, рис Здесь важно определенное количество воды относительно риса Поэтому удобнее всего измерять стаканами Это круглозерный рис Он обладает хорошей клейкостью, поэтому для суши подходит идеально Опа! На стакан риса идет полтора стакана воды Варим несливным способом на меденном огне под крышкой Вы замечали, когда ешь суши или ешь роллы? Рис какой-то сам по себе вкусный, чуть-чуть кисло-сладкий На самом деле это не просто так В рис идет специальная заправка, которая насыщает его вкусом и делает классным Это рисовый уксус Он кислый и одновременно сладкий 50 миллилитров рисового уксуса Пару столовых ложечек сахара, чтобы вкус появился И чуть-чуть соли Перемешиваем Заправка готова И рис пора проверять Опа! Видите, уже влаги мало И рис уже чуть-чуть начинает прилипать Выключаем нагрев Заправочку перемешиваем И выливаем в рис Раз Два Рис должен остыть Пока подготовим прямоугольную форму Дно нужно покрыть пленкой Японский ниндзя 12-ступеней шаули не осмотрела Я раньше смотрел Я выходил на улицу Становился немножко сильнее Поняла? Вот так вот Аккуратнее со мной Вы тоже там Так, все, смотрите Прокладываем пленочку Аккуратненько По всей форме Все, что мы кладем снизу В итоге окажется наверху Поэтому мы начинаем с рыбки Здесь у меня кусочек слабосоленого лосося На коже Нужно нарезать тоненько Побольше по площади Чтобы покрыть всю площадь тортика А раз Опа И прокладываем на дно Деликатес какой Ну да Кусочек дорогой Недешевый Но и торт у нас будет, знаете, немаленький Здесь прямо на четверых Нормально поесть Рыбку выложили Проверяем рис Видите? Он впитал всю влагу Такой он относительно клейкий Но в то же время Немножко рассыпчатый Снимаю пробу Вкус Шикарный Рис аккуратненько Выкладываем на рыбу Рис нужно поделить Примерно на две части Потому что у нас будет Два слоя риса Смачиваем руки Водой И аккуратненько Начинаем его Ровно распластывать По всей площади Это водоросли Только не обычные А сушеные Они называются нори В общем-то это продукт Который уже продается Практически везде А когда он размокает Особенность нори Он получается такой Знаете Немножко тянучий И в этом его фишка И плотность дает И минеральность И вот этот вкус Раз Положили по площади Хоп Рис влажный Поэтому нори Сейчас начнет Немножко отсыревать Мэри На Держи Полезно Вообще Самый важный ингредиент В этом роли Сыр Филадельфия У меня здесь Вот обычный Сливочный сыр Из магазина Нужно аккуратненько Тоненьким слоем Выложить сверху На нори Внимание Огурец Хрустит Вкусный То что надо Если вдруг У вас нету Вот такой штуки Под названием Экономка То аккуратненько Нарежьте ножом Тонкие слайсы Огурчика Выкладываем На сыр А сверху Снова рис Ну и финальный Завершающий Так сказать Фиксирующий Слой Нори Опачки Загибайте Вот так Пленочку Вам нужно Эту всю красоту Чтобы она Чтобы она Удобнее Нарезалась Прессануть Берем Вот так Вот рукой И вот так Чуть-чуть Давим Суши Торт готов Теперь показываю Как его достать Из формы Вот так вот Раз И потом Так Хопа Вот такая красота Получается Снимаем Пленочку Резать торт На кубике Лучше Мокрым ножом Чтобы рис Не прилипал Посыпаем Семечками Кунжута И подаем Соевым Соусом Ну что Суши Готовы Будем Пробовать Мэри Давай Азиатка Моя Любимая Беги Ко мне Скорее На те Палочки Ням-ням Ням-ням Вот такие Нежные И сразу Ниндзей Стало Что Ну куда Я попробую Это даже Лучше Чем В некоторых Доставках Вот И тает Во рту В этом Фишка Настоящих Ролов А я готов А теперь Битва Дружеская Для Суши Торта Я выбрал Рис Японский Националь Этот Мягкий Круглозерный Рис Обладает Повышенной Клейкостью И нейтральным Ароматом Такой Рис Является Основой Большинства Блюд Японской Кухни Идеально Подходит Для Суши Ролов И традиционных Азиатских Гарниров Для Суши Торта Филадельфия Возьмите Слабосоленый Лосос Творожный Сыр Огурец Нори Рис Для Суши Рисовый Уксус Сахар Соевый Соус И Кунжутные Семечки Щедра Порция Ролов 162 Рубля В нашей Стране Научились Делать Сыр Ух ты Это Качковало Слушайте Большая Такая Разобрались В сортах Технологиях Наладили Производство Это Вы Монтазио Делаете? Да ладно Сыроварен По стране Очень Много И Сыр В них Как правило Вкусный И Достойный Теперь осталось потребителю тоже научиться разбираться в сыре, чтобы не нарываться на сырные продукты сомнительного качества. Понимать, за что плачешь деньги. Просто кухня в Подмосковье. На одной из лучших сыроварен. И со мной сегодня Кирилл, владелец сырного производства и настоящий эксперт, который поможет нам разобраться в сырном царстве. Начнем с основных видов сыра. Есть сыры твердые, полутвердые. И мягкие, они же рассольные. Удивительно, но все сыры делают из одного и того же молока. Главное его качество. Вы знаете, для производства сыра жирность не так важна, нежели количество белка в этом молоке. А чем больше белка, тем, соответственно, больше сыра получается из литра молока, да? Абсолютно. И качество этого сыра будет лучше. Кирилл, когда видишь упаковку сыра, видишь, там указана жирность. Что это значит? Содержание жира в сухом веществе. Молоко, там, 2% жирности. То есть в жидком веществе, условно, на 100 грамм 2% жирности. Здесь, вот на 100% сыра, там 57% жиров в сухом веществе, потому что он уже обезвоженный. В твердых сырах жира больше. Да, больше. В сухом остатке, чем, например, в мягких, молодых, рассолях. От чего вкус сыра может зависеть? Вообще вкус сыра зависит именно от тех бактерий, которые были внесены при технологическом производстве. В этом сыре тут 3 бактерии, которые работают одновременно. В пармезане их, по-моему, 5. А теперь познакомимся с сырами поближе. Твердые сыры. Он обычно всегда дороже. Почему? Да, у него созревание от 6 месяцев. Тратится энергия на камере созревания. Время его производства растянуто. И плюс, из него же влага выходит и остается сухой вес. То есть ценный продукт, он в концентрированном виде, поэтому твердый сыр всегда дороже. Особенность твердого сыра всегда в мощном вкусе. Теперь разбираемся с полутвердыми сырами. Это чеддер. У него выдержка 3 месяца. Соответственно, он уже гораздо легче режется, потому что он полутвердый. Тут все просто. Цвет чеддера. Почему оранжевый? Мы сюда добавляем морковный сок. Европейский. Туда добавляют исключительно только краску. Поэтому внимательно читайте состав на упаковке. Нет ничего вкуснее натуральных продуктов. Еще один полутвердый сыр. Это качкавала. Почему он с какими-то вкраплениями? Это семена шамбала, пожитника. Они придают сыру такой ореховый вкус. Класс. А, это с каморцем. Это с каморцем. Это копченый сыр. И аромат копченый. Как его коптят? Вешают в коптильню? Да, в коптильню, в холодном копчении. 30 минут он коптится и все. Теперь изучаем мягкие сыры. Головка сыра бри. Какая у него выдержка? У этого 14 дней. Он довольно-таки мягкий. Очень ароматно пахнет. Какие сюда бактерии используются? Термофильная закваска и пенициллин. Очень такой вкусный аромат. И вот эта вот корочка подсыхает. Чтобы образовалась вот эта вот белая благородная плесень, пенициллин так называемый, мы добавляем его не только в молоко, но и опыляем еще на саму корочку при уже готовом сыре. А, и поэтому она начинает обрастать? Да, и через неделю бактерии пенициллина начинают размножаться и такую бархатистую корочку превращают. Она дает, во-первых, вкус, во-вторых, она не дает патогенам попасть внутрь и размягчает внутреннее содержимое самого сыра. А вот других сыров с плесенью, например, горгонзолы, я не увидел. А почему не делаете горгонзолы? Ну, это надо новый цех открывать. То есть он отдельно должен быть, да? Совершенно, потому что там все, что с плесенью, да, это отдельное производство для горгонзолы. Там надо не только отдельное помещение, там отдельное здание надо с капитальными стенами, с отдельной вытяжкой. То есть если ты один раз внесешь бактерии на производство, ты их уже оттуда не вытащишь. Понятно. Но с рассольными или молодыми сырами чуть проще. Вот он, шарик моцареллы. Он хранится в рассоле. Да. Сколько нужно времени, чтобы получить такой шарик, который можно есть и называть его сыром? Через час-полтора уже первые шарики мы получаем. Его еще могут называть быстрый сыр. А здесь какая бактерия? А здесь никакой. Здесь чистое молоко. Добавляешь что-то в молоко, чтобы отсечь белок, и потом из этого белка делают сыр. Верно? Нежный такой молочный. Самое главное, такой суперсочный. Сколько такой сыр хранится в рассоле? Да вообще лучше не хранить. Если вы покупаете, вы должны посмотреть первым делом на дату производства. Ну, хотя бы вчерашнее, то можно взять. Сыр рикотта. Экстра молодой сыр. Это когда уже, я так понимаю, из молока сделали сыр, остается сыворотка. Так вот остатки с этой сыворотки собирают и делают сыр рикотта. Верно? Ну, примерно так. Так, да, хорошо. Выдержка ноль часов. Рикотта хороша в десертах. А я смотрю, что вы еще делаете плавленый сыр. Здесь технология достаточно проста. Из остатков сыра обломился. Ты его не продашь. Поэтому остатки переплавляют, и так получается плавленый сыр. Подытожим. Читайте информацию на упаковке. Качественный сыр делается из хорошего молока. Не используются красительные консерванты. Допускаются вкрапления из орехов или ароматных трав. Молодые сыры типа моцареллы вообще лучше не хранить, лучше сразу есть. И не бойтесь покупать отечественные сыры качества наших сыров на высоте. Еще больше оригинальных рецептов ищите в журнале «Семь дней» и на сайте 7дней.ру. Просто, быстро, интересно и полезно. Наполеон входит в топ-5 самых популярных тортов в нашей стране. Приготовить классический Наполеон не у каждого сходу получится, ну честно. Но существует быстрый и простой рецепт Наполеона. Для него даже не нужно делать тесто. Тесто заменят вот такие вот слоеные печенья. Ушки называются, узнаете? Для классического Наполеона отпекают коржи из слоеного теста и делают заварной крем. Вот наше тесто. Считайте, коржи у нас уже готовы. Остается только приготовить крем. Ленивый Наполеон, черт побери, у любого получится. Рецепт очень простой. Для крема нам нужно поставить молоко нагреваться. У нас здесь три яйца. Раз. К яйцам отправляем сахар. И обязательно, так как крем должен быть ванильный, еще и ванильный сахар. И замешиваем до однородной консистенции. Следующий ингредиент – это мука и крахмал. Раз. И два. Все выпуски «Просто кухни» есть в сети интернет. Опа! Там же вы найдете самые подробные рецепты наших лучших блюд. Еще больше кулинарных лайфхаков и открытые комментарии. Ищите наш видеоканал, подписывайтесь и будьте в теме. Торт «Наполеон» вкусный, но сложный в исполнении. Делюсь рецептом простого «Наполеона» – за уши не оттащишь. Сделать нужно только заварной крем. Мы уже подготовили яичную смесь и нагрели молоко. Наша задача – замешивать молоко и тоненькой струйкой вливать туда наш замес. И постоянно помешивая. От температуры крахмал с яйцами будет завариваться, и крем будет становиться гуще. Вот и все. Элементарно. Уатсон. Вот. Дальше не завариваем. Видите, довольно-таки густая консистенция. Густой крем стал. Выключаем нагрев. В самый последний момент мы берем кусочек сливочного масла и отправляем в горячий крем. Масло просто даст красивый цвет, глянец. С маслом застынет, станет плотнее и вкуснее. 10 минут, и крем готов. Теперь тесто, точнее ушки. Смотрите, какие они красивые. Вот знаете, вот идеально приготовленные. Хрустят, с сахарком. Так, опа, слоеное тесто. То есть это получается отличный корж. Туда будет попадать крем, ушки будут пропитываться, и получится настоящий Наполеон. Ну, как кто ушки любит, поднимите руку. А? Ой, девчонки сразу подняли. Ну, все знают ушки. А кто не знает ушки? Слава богу, нормальные хоть люди собрались. Нужна разъемная форма, но застилаем пленкой. Теперь начинаем собирать наш торт. Для этого ушки пропитываем кремом. И что самое главное, не ждите, пока у вас крем остынет. Горячий крем максимально быстро начнет пропитывать ушки, и они быстрее зафиксируются, станут мягкими, и будет то, что надо. Чуть-чуть крема на дно формы. Аккуратно распределяем. Начинаем выкладывать ушки. И выливаем крем. И аккуратненько вот так вот крем распределить по всей площади. Так собираем весь торт. Ушки, крем, ушки, крем. Проще простого. Этот крем имеет свойство заветриваться, поэтому, чтобы торт правильно застыл и был нежный и незаветренный, нужно застелить его пленочкой. В контакт. То есть у нас пленка покрывает крем, и тем самым там нету между ними воздушного пространства, и крем будет правильно застывать. Убираем Наполеон в холодильник на 6 часов. За это время торт пропитается. Но надо сделать для Наполеона обсыпочку. Из этих же, ребята, ушек. Просто берем вот наши ушки и перебиваем их, и это будет обсыпка. Слишком сильно не перебивайте. Классно, когда, видите, небольшие кусочки остаются. Теперь вытаскиваем торт из формы. Чтобы наш тортик сильно не прилипал к доске, можно взять вот так вот чуть-чуть его обсыпать. И вот так переворачиваем. Опа! Покрываем торт обсыпкой, и Наполеон готов. Теперь осталось только заварить к нему вкусный ароматный чай. Ну вы ведь знаете, что хороший, вкусный, полезный чай бывает только на чистой воде. Наливаем в чайничек, включаем и ждем. Чай с мятой заварили. Можно разрезать торт. Раз, два, три. Видно, что сочный, видно, что вкусный. Видно, что Наполеон. Девчонки, давайте. У меня сегодня в гостях студентки МГУ. Представляете? Будущие маркетологи и финансисты. А я вам пока щека налью. Очень вкусно. И такое нежное все. Похоже на настоящий Наполеон? Очень, очень похоже. Кто из вас запомнил рецепт? Главное ушки. А еще что? И главное иметь вот эту вот форму. Хорошо лекцию по торту слушали. А крем из чего делается? Хороший вопрос. А, всегда есть погрешности в образовании. Ну ничего. Приятного аппетита. Ванилью пахнет. Шикардос. Берите на заметку. У меня всегда под рукой фильтр Аквафор Прованс. Он быстро и эффективно удаляет из воды вредные примеси и насыщает ее полезным магнием. Корпус кувшина изготовлен из сверхпрочного органического стекла. Гарантия на прочность составляет 5 лет. Для ленивого Наполеона возьмите печенье ушки, молоко, яйца, крахмал, сливочное масло, муку, сахар и ванильный сахар. Кусок нежнейшего торта 35 рублей. Друзья, разбирайте тортик вкусный, нежный. На здоровье! Впереди майские праздники, дача, шашлык. Время, которое вы проведете с друзьями и близкими на свежем воздухе, под теплым весенним солнцем. Любите жизнь, цените момент и следите за проектом в наших социальных сетях.